В рынке обязательно нужно понимать, как вообще генерируется, как вообще создается прибыль у трейдера. Такое понятие, как я каждый день буду зарабатывать по 30 долларов, потом выйду на 50 долларов, потом буду делать 100 долларов. Это, конечно, очень круто звучит, но в практике не работает. То есть трейдер, как правило, нормальное явление – это минус 20, плюс 30, минус 50, плюс 80. Минус 60, плюс 500. И вот этот вот плюс 500 – это происходит тогда, когда рынок как раз открытый, когда маркетмейкеры не такие злые, потому что они не могут таковыми быть в этом рынке. Либо сам индекс Dow Jones S&P 500 хорошо двинулся, какая-то рыночная новость хорошо двинула рынок, и поэтому хорошо посыпались акции, к примеру, либо наоборот в рост пошли. Или же было изобилие таких корпоративных новостей, вы нашли свои 3, 4, 5 отличных инструментов, которые просто принесли вам очень хорошую прибыль. И вот этот день ударный может сделать вам неделю, две недели, месяц и так далее. Я очень много наблюдал, когда трейдеры находятся в нуле, буквально один день, раз в месяц плюс 10 тысяч. Реально трейдер закрыл вообще без проблем. Просто он в этот день уже с опытом почувствовал и торгуя на объеме 200-500-600 акций, в этот день просто зашел в позицию, не знаю, 3000 акций, высидел там очень неплохо, потом еще добавил, и получилась очень неплохая прибыль. То есть важно понимать, что именно вот таким способом все и происходит. То есть мы не знаем, какая именно неделя сделает наш месяц, и мы не знаем, какой именно месяц делает наш год. У меня не один год вот такой был, когда он вроде бы нейтральный, потом в один месяц бабахи сделал достаточно неплохую сумму. Поэтому тут тоже нужно не пытаться в один день решить все проблемы. Этот день обязательно сам наступит, и вы уже с опытом, когда вы в рынке будете там год, два, три, вы обязательно эти дни уже будете видеть. И тут уже нужно волевым определенным таким решением просто развивать объем и заходить в позицию уже более повышенным объемом. То есть такие вещи, как риск менеджмент и money management, это, наверное, такие основные наши фишки, с помощью которых мы можем генерировать и делать приумножение прибыли. Итак, представьте себе боксерский поединок. Мы очень много таких видели боксеров, как, если не ошибаюсь, Гатти, по-моему, Майорка. То есть были такие, которые просто сумасшедшие нокаутеры. То есть они просто любят открытый бой, навязывают драку. Но, как видите, на долгой дистанции очень тяжело этим людям работать. Естественно, и здоровья они не оставляют. И все-таки находится тот, кто более размеренный, более стратегический и более продуманный. Посмотрите, допустим, на того же Майвезера, у которого дистанция очень длительная, очень успешная. Самая, наверное, успешная карьера из, наверное, мира бокса, который тут только есть. Потому что это очень такой стратегический подход. Посмотрите на то, как он ведет свой поединок. То есть он не знает, в каком раунде он победит, но он работает от риска, он работает от защиты. И когда он постоянно прикрывает свой тыл, постоянно следит за риском, чтобы в первую очередь остаться в игре, то тем самым он видит, как ведет себя соперник, изучает его. И только когда уже видит, что соперник поплыл, начинает завершать этот, скажем так, свой бой уже в победном ключе. Аналогично выглядит трейдинг. То есть каждый день мы должны понимать, что мы должны его ввести вот так вот размеренным от защиты. Как только мы видим, что все, есть акция открыта, очень хорошая точка входа. То есть у нас есть три основные составляющие. У акции есть потенциал, у акции есть контроль риска, а это значит, есть точка входа. И есть идея. Если эта идея выполняется, так как мы ее видим, то далее в помощь вам, money management, мы должны обязательно эту позицию развивать в объеме. Мы должны зарабатывать на объеме большем, нежели тот объем, на котором мы получаем стопы. То есть это тоже очень важный момент. Аналогично должен быть построен трейдинг. Это самое важное, потому что я, допустим, тоже изначально был сторонником такой вот агрессивной изначальной стратегии. Все быстро, утренний импульс. Время меня научило, и рынок меня научил. То есть рынок – это самый основной наш учитель, который показывает, что нет, парень, ты спешишь, пока ты не изменишься, пока ты не перестанешь спорить с рынком, а начнешь работать уже с ним в унисон. До того момента, когда этот унисон наступит, будешь постоянно с ним находиться в войне, и, соответственно, как правило, будешь постоянно терпеть поражение. Потому что с рынком спорить невозможно. Под него можно только подстроиться. Мы должны найти крупного участника, смарт-мани, к ним присоединиться и выйти тогда, когда смарт-мани перестают работать. Это наша основная задача. Нет того дня, когда трейдер начал зарабатывать. То есть всегда есть состояние трейдера сбалансированное. Вот когда он в нем находится, он зарабатывает. Только он его теряет, он зарабатывать прекращает. Поэтому я, когда в сбалансированном состоянии, я тогда торгую. Если я чувствую, что меня что-то отвлекает, я не могу, мне тяжело, что-то я стараюсь вообще не торговать. Но однозначно, скажем, я уже этим, скажем, владею, что ли. То есть я уже это делаю осознанно, я уже это понимаю очень прекрасно. То есть это стало делать намного проще уже. И поэтому у меня произошло в трейдинге следующее такое вот чувство – состояние уверенности, того, что у меня никуда от этого не денется, я не боюсь потерять деньги, я не боюсь остаться без ничего. То есть появилось спокойствие такое. То есть вот когда знаешь, что что-то умеешь делать, то ты не боишься остаться без ничего, потому что ты знаешь, что ты найдешь, как быть в рынке и в рынке заработаешь. Потому что это очень такое классное состояние, состояние спокойствия и уверенности.